В холле дворца культурогубернаторский аншлаг. Праздник 81-го годовщину со дня основания Ульяновской области отмечают люди самых разных профессий. Заслуженные работники культуры, педагоги, врачи, ветераны боевых действий. Знаковая для региона дата отличный повод подвести итоги. А сделать удалось многое. Отремонтировать ряд школ и больниц, нарастить мощности городообразующих предприятий, укрепить межрегиональную кооперацию и заключить сразу несколько соглашений. Часть из них с Республикой Беларусь. В 2023 год он был богат на события. В начале 2023 года Ульяновскую область посетил премьер-министр Республики Беларусь. Мы посещали Ульяновский ПАОИЛ «Авиастар», обсуждали вопросы кооперации в области авиастроения. Сотрудничество между Республикой и Беларусь развивается на хорошем уровне. Об этом говорит даже товарооборот. С Ульяновской областью около 100 миллионов долларов. И мы ежегодно прирастаем. Что удалось сделать и каких высот предстоит достичь, резюмировал глава региона. Алексей Русских открыл официальную часть праздника. Губернатор отметил, главная гордость Ульяновской области – это люди, волевые, неравнодушные и талантливые. Именно они пишут историю Родины, делают открытия и прилагают усилия для процветания симбирского края. Дорогие друзья, сегодня Ульяновская область – современный, динамично развивающийся, инновационный регион страны, который чтит отечественные традиции, историю и культуру. Мы – опорный регион страны, неотъемлемая и сильная ее часть. Губернатор выделил лучших ульяновцев. Награды, полученные сегодня, памятные и знаковые. Одна из таких – звание почетный гражданин Ульяновской области. Отныне оно присвоено герою России Олегу Лубунцу. В наши дни бывший командир возглавляет региональную ревизионную комиссию Общероссийского общественного движения «Народный фронт», а также является вице-президентом Ульяновской федерации бокса и представляет ветеранскую организацию «Росса». Российская федерация – огромная страна, в которой живут прекрасные люди. Мы сильные, мы победим, а все трудности вынесем. Всех с праздником, всем мира, добра и мирного неба над деловой. Также почетное звание посмертно получила Зинаида Кудинова, бывший советник губернатора. Много лет она проработала в системе социальной защиты населения. Помимо концерта с живой музыкой и яркими номерами народных коллективов, для ульяновца подготовили тематические площадки. Это своего рода мини-экскурсии, где можно узнать историю края, основы волонтерской деятельности, чем живет молодежь региона. На одном из стендов – сувенирная продукция, кружки, открытки, памятные подарки. Каждый из предметов украшает пейзаж города на Волге. Можно разглядеть и достопримечательности, музеи, исторические улицы. Да, с помощью сувениров «Любляю в Ульяновск» я транслирую любовь к родному городу, его людям. Любовь к родному краю – греет сердце каждого жителя региона, а тому подтверждение поступки и достижения общественности. Дальше больше. Этот год в России объявлен годом семьи. И, как отметил глава области, для ульяновцев, которые чтят и уважают культурные и семейные традиции, это отличный повод поделиться своим знанием и опытом с молодым поколением. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.